На эту охоту Алексей берет с собой не ружье, а смартфон. Он будет ловить животных, но только в объектив своей фотокамеры. Все началось ровно полгода назад. Тогда Алексей зарегистрировал в инстаграме свое уходничье хозяйство и начал выкладывать трогательные кадры из лесной чащи. Вот молодые лосята, а это пятки новорожденного медвежонка. Правда, некоторые видео иногда напоминают фильм ужасов. Ночью возвращался домой с определенной фотосессией своей ночной. И светил фонариком на дороге, светятся глаза. Мы подошли, оказался небольшой енот, красивый такой, молодой. И он нам прям так попозировал хорошо, порычал, подходил назад. Охотник даже не думал, что его идея выстрелить сразу. На аккаунт стали подписываться люди со всей страны. Теперь Алексей ищет в лесу не добычу, а редкие кадры. Хотя за ними иногда и ходить-то не надо. Контент прямо под ногами. У нас как раз здесь недавние следы. Проходил у нас здесь лось. Хороший лось, судя по следам. Алексей не заметил, как стал настоящим блогером. Теперь для него лайки – это совсем не собаки. С популярностью в интернете он гонится на своем квадроцикле. Такие они – особенности национальной фотоохоты. Природа, спокойно, тишина. Мы же сейчас с вами стоим здесь. И, ну, комфортно, согласитесь, приятно, все-таки лес, природа. Вот. Она все равно потихонечку, как это, и с ним притупляет его. И ты дальше идешь, и, да, ослабляешь. И дальше идешь, путешествуешь, смотришь и ищешь интересные сюжеты и кадры. Алексей мечтает о миллионе подписчиков. Для этого он начал снимать охотничьи рецепты. И учить пользователей готовить на костре. Теперь хочет добавлять еще и горячее видео. В прямом эфире показывает задержание браконьеров. Если, конечно же, будут какие-то попытки браконьерства на ход хозяйства, естественно, мы постараемся это максимально выложить, чтобы все-таки людей информировать. И, ну, на самом деле, чтобы, скажем так, антигероев наших знали в лицо. Правда, Алексей уже не помнит, кто стал его последней добычей. С появлением Инстаграма желание брать в руки ружье куда-то исчезло. Дарина Иранцева, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.